Специалисты считают, что аутизм – это не заболевание, а расстройство аутистического спектра. Проявляется оно в возрасте до трех лет, но ранее поставленный диагноз и вовремя начавшаяся работа с такими детьми может даже вывести их из этого состояния или, по крайней мере, помочь адаптироваться в обществе, получить образование, найти работу. Полгода назад родители детей аутистов, а в Сочи их более ста, обратились в городскую администрацию, где нашли понимание и пути решения многих вопросов инклюзии, то есть процесса реального включения аутистов в активную жизнь. Мы должны развить такую систему отношения к этой проблеме. Она маленькая, частная проблема, но какое она огромное значение иметь для общества в целом. В этой обойме руководителей, хозяйствующих субъектов, отдельных учреждений, которые уже идут в форварде этого движения, за нами должны пойти все. Были открыты группы временного пребывания в детских садах. Часть детей пошла в обычные школы, остальные обучаются в интернате. Распахнули двери для деток-аутистов музыкальные и художественные школы. Педагоги надеются добиться для них в мире музыки и искусства определенных успехов. Тестирование перед этим проводилось в Сочинском колледже искусств. Они могут заниматься на инструменте. Мы им показывали саксофон, скрипку, фортепиано, то есть на что они больше реагировали. Ну, безусловно, конечно, им по моторике ближе фортепиано, конечно. Родителям тоже нелегко воспитывать таких особенных детей. Их поведение порой воспринимается негативно, поэтому психологи проводят для них специальные психологические тренинги. Дети, как я считаю, они считывают с родителей информацию. То есть, если мама будет не в состоянии напряжения, а в состоянии какой-то гармонии, то ребенок тоже будет более спокойный. Он будет тоже как бы чуть-чуть выздоравливать. Включился в работу и Сочинский госуниверситет. Педагоги изучают проблему детского аутизма и готовят специалистов для работы с детьми, страдающими расстройствами аутистического спектра. Изменил концепцию своей работы и реабилитационный центр «Виктория». Там тоже готовы работать с людьми дождя. Так негласно называют аутистов по аналогии с известным фильмом «Человек дождя», впервые поднявшим проблему людей с этим расстройством. Елена Всецна, Борис Осин, телекомпания «ФКТ». Продолжение следует...